Олег Анатольевич, некоторое время назад на странице Рабочей партии России в Ставропольском крае в одной из социальных сетей у нас возникла дискуссия, касающиеся вопросов, связанных с переходом на шестичасовой рабочий день. Среди читателей, среди наших участников группы большинство выступает «за», но, насколько стало понятно из беседы, что даже многие трудящиеся не видят очевидных перспектив и не понимают, зачем это нужно. Я собрал некоторое количество комментариев и вопросов, которые поступили от участников нашего разговора, хотел бы задать их вам, для того, чтобы получить на них спокойные ответы и чтобы люди, которые нам писали, смогли услышать ответы на свои вопросы. Очень частый вопрос, который возникает, звучит так. Если вы правда партия, то должны бороться за почасовую оплату не меньше 7 долларов в час, как в странах Западной Европы, а минимальная зарплата в нашей стране просто лагерный паёк. Есть ли смысл бороться за почасовку? Ну, уже знаете, что настораживает сразу же в этом вопросе, что измеряются в долларах. Да. Уже, знаете, такое впечатление, что где-то прочитал, где-то там на Западе, где-то там что-то хорошо, вот давайте 7 долларов, это же 500 рублей. Ну, без малого. То есть 500 рублей в час. То есть за 8 часов, соответственно, получается сколько? 4 тысячи, да? Да. 4 тысячи на 20 дней рабочих, грубо говоря. 80 с небольшим тысячей рублей будет за год, за месяц. Ну, это мало. А минимальная зарплата идет? Или зарплата идет? Не меньше. Почасовая. Не меньше. Ну, минимальная получается. Ну, в принципе, стоит, в общем-то, правильно лампка, если пересчитать на месяц. В чем проблема почасовой оплаты? Почасовая оплата очень удобна капиталистам и тем рабочим, которые работают нерегулярно. То есть что такое? Вот нанял тебя сегодня на 2 часа. Капиталисты очень мечтают об этом. Сегодня тебя на 2 часа нанялись, завтра на 3 часа. Послезавтра отдыхаешь, без денег, естественно, без зарплаты. Потом придешь ко мне в воскресенье на 3 часика поработать, а то мне заказ будет. И вот в такой ситуации подчасовка вообще идеальный вариант. Надо говорить, не просто говорить, а бороться за регулярную заработную плату, за постоянное рабочее место, за бессрочный договор трудовой, чтобы не так легко было уволить. Вот что добился рабочий класс многих развитых стран Запада, капиталистических стран? Того, что очень тяжело увольнять. То есть увольняют и платят там чуть ли не за год вперед, лишь бы согласился уволиться. И почасовая, если просто как расчет для того, чтобы читать мечт, это приемлемо. В общем, уровень неплохой для минимума, 80 тысяч в месяц. А с точки зрения того, чтобы оплата была реально почасовая, как по денщику, вот здесь одно здание, вот это большое, недалеко разбирают. так вот, так вот, нанимают людей там 2 тысячи в день. Ну, половину от того, что вот коллега там потребовал. И вот они, рискуя жизнью, занимались разбором, пока несколько человек не было травмировано. То есть нужно четко считать, сколько, какая зарплата должна быть за месяц при регулярной работе. И расчеты подтверждают, что заработная плата, даже в небольших городах, должна быть около 120-150 тысяч в месяц. Почему это считает? Откуда? Просто берется четко подсчет, сколько необходимо для воспроизводства рабочей силы. Вот оно, что нужно. То есть нужно, как можно за час воспроизвести рабочую силу? Несерьезно. Рабочая сила воспроизводится месяцами, годами, если с образованием, так вот, и даже десятилетиями, если брать образовательный цикл от рождения до выхода на работу. Поэтому почасовка это только как расчетная единица может быть. А кроме того, нельзя забывать, что по мере развития научно-технического прогресса, а он идет, и в нашей стране тоже идет, почасовая оплата, в принципе, должна заменяться по временной. То есть это более прогрессивно? Должна заменяться, да. Почасовая зарплата должна заменяться на зарплату регулярную. То есть сдельщина, я оговорился, сдельщина должна заменяться по временке. То есть, вот это правильный подход, потому что на новой технике сдельщина уже неэффективна. уже нужно вот-вот у нас задача за столько-то дней сделать такие-то детали, и это там не в час, в смысле не за деталь платить, а уже за определенный комплекс работы и результат. Допустим, для самолета нужно такие-таки-то детали, разные причем. И на станке с ЧПУ делается одна деталь, потом другая деталь делается, третья деталь, и нужно, чтобы человек получал за день работы правильный, когда он выполнил задачу, программу производственную выполнил, сделал столько-то деталей, получи зарплату, получи премию, все как положено. Нет ли здесь проявления еще такой тенденции, что у нас пролетариат олимпинизируется, что есть некая иллюзия свободы, хочу работаю, хочу не работаю, хочу буду сутки работать напролет, а хочу не буду вообще работать. Я думаю, это больше характерно для тех, кто занимается, так скажем, для мелкого буржуа. Фриланс. Да. То есть для таксиста. Таксист, который на своей машине работает, это не пролетарий? У него своя машина вообще-то есть. У него есть средства производства. Ну, это не производство, перевозки, ну пусть там. Но если перевозят что-то для промышленности, то и производство. Пролетариат в нашей стране немаленький, он больше, чем был в 1917 году. В этом смысле у нас пролетариат есть. У нас многие рассказывают сказки, что у нас нет рабочего класса. И вроде какой-то компартии, какая-то борьба, что-то нет, и все. И нет никакой борьбы, все забыли. Про социализм, забыли про коммунизм. Рабочий класс у нас есть, составляет примерно около 20 миллионов человек. Из них самое ядро рабочего класса, можно сказать, тоже класс. Это фабрично-заводские рабочие. Их, конечно, меньше, гораздо меньше, чем 20 миллионов. но даже сколько есть у нас, это немалый отряд самого передового рабочего класса. Я не думаю, что эта часть рабочего класса люпинизируется, потому что это рабочие, которые работают в современном, ну, более-менее современном производстве, и они организованы, у них есть чувство локтя, они совместно осуществляют труд в рамках кооперации и на ряде производств зарплата та, которая позволяет по крайней мере осуществлять борьбу за ее увеличение. То есть, чтобы находились прямо на дне, я по нашему городу сужу, нельзя сказать, что у нас люпинизируется рабочий класс на Азоте или у нас на ГРЭС. Да, зарплата ниже, чем должна быть в несколько раз, но люпинизации нет у них, у кого-то квартиры есть, у людей машины там поехать даже туда. Стоянки все заполнены, забиты стоянки, там дворов нет, там промышленная зона, там все, что можно, стоянки увеличили, построили стоянки, крытые стоянки и стоят везде машины. Это не приехало начальство все на этих машинах. Трудящиеся. Это приехали рабочие, приехали инженеры, это неплохо, это хорошо, но этого недостаточно для полноценного воспроизводства, особенно в таких предприятиях с тяжелыми условиями труда и с тяжелой атмосферой на этих предприятиях. Нужно, чтобы зарплата была в нашем городе минимум 120 тысяч рублей у рабочих. На человека? На человека. Не на семью надо подчеркнуть, что может еще жена работает? Еще столько же она должна иметь, она жена не должна получать меньше, чем муж. А потом подрастет, допустим, старший ребенок и тоже пойдет работать. и тоже будет приносить свою какую-то копейку. но потом создаст свою семью, которую нужно будет кормить. Да. Но 120 тысяч это минимум. Следующий вопрос. Так что я думаю, что он занизил. Да. Шестичасовой рабочий день с сохранением заплаты в 15 тысяч. Зачем? Может все-таки трудящимся будет приятно и 10 часов работать, но за 150? 10 часов в неделю, да? В день. Я понимаю. Нет, но речь о 15 тысячах в месяц вообще не должна идти. А для рабочих квалифицированных это, конечно, не зарплата. И такого быть не должно. Рабочие должны четко организовываться и бороться за то, что зарплата была, должна быть такая, чтобы полноценно воспроизводилась рабочая сила. В том числе и выращивание, воспитание менее у троих детей. И исходя из этого надо и считать. А 6 часов работы можно добиться тогда, когда есть производство, оно развивается и увеличивается производительность труда. Ведь на 6 часов ни один капиталист, даже если его прижать с забастовками, не согласится, если он не сможет получать прибыль. А для того, чтобы он получал прибыль, нужно, чтобы производительность труда возрастала больше, чем заработная плата росла. Это нормально совершенно. То есть, есть такой процесс, в котором возрастает одновременно и заработная плата, не за счет инфляции, а реальная заработная плата, и возрастает реальная прибыль. Прибыль тоже реальная, если инфляцию убрать, тоже надо считать реальную прибыль. И это только возможно, когда увеличивается производительность труда. И вот за счет увеличения производительности труда, производства так называемой относительной прибавочной стоимости, либо производства добавленной прибавочной стоимости, есть такое понятие. Это за счет научно-технического прогресса, когда предприятие оказывается более передовым, чем другие предприятия. Стоимость товара та же, а затраты за счет увеличения производства труда на этом предприятии возросли значительно И какое время, пока еще не уменьшилась стоимость, издержки уменьшились в целом, уменьшится и стоимость постепенно Но в тот момент, пока стоимость еще не уменьшилась в общественном воспроизводстве В это время получается добавочная и прибавочная стоимость И за счет этого добавочной и прибавочной стоимости увеличивается и реальная прибыль, и реальная заработная плата И вот так должна развиваться наша экономика То есть требование перехода к 6 часовому рабочему дню является стимулом для улучшения технологий Для развития экономики Да, потому что капиталист, зная, что уже не 8 часов будет работать на него рабочий, а 6, он вынужден будет купить новую технику Теперь капиталистам вопрос Мне платят минимум 4-500 в неделю, но бывает и 10 Не часто, но бывает То есть капиталист, мой прораб, кладет себе в карман порой 80 тысяч в неделю только с меня Почему он тогда ездит на Старой Ладе? Ну, насчет Старой Лады я не знаю, может скрывает просто Вы знаете, руководитель одной из всемирно известных шведских фирм Ездил на старом-старом Вольве 70-х годов Просто ему так нравилось И не стеснялся этого Не стеснялся, он даже бравировал, наверное, этим, возможно А может просто ему нравилось, он так ездил Хотя уже мог купить себе любой автомобиль, созданный в мире Вот, Икея, фирма Икея известная А так что не знаю, почему он так ездит, может ему нравится А я не понимаю, почему прораб капиталист Прораб не капиталист Прораб это наемный работник, наемный служащий Может быть речь идет о том, что человек работает в малом бизнесе Ну, если он одновременно сам и хозяин, и прораб Да Ну, такое возможно Почему он так мало платит, зарплату Ну, пускай создают организацию работники, рабочие Я не знаю, это работник или рабочий, правда, не знаю То есть это кто из работников, он рабочий или другой работник Но пусть создают организацию и поджимают своего капиталиста Чтобы платили соответствующую зарплату нормальную Вот такая задача А может и капиталист не очень квалифицированный, что не может заработать Да, скорее всего, капиталист достаточно квалифицированный Если он по 80 тысяч в неделю и в месяц имеет с каждого работника Он в этом смысле квалифицированный А вопрос, квалифицированный ли тот, кто задает этот вопрос Рабочие, в квалификацию рабочих современного Должна входить организация рабочих в профсоюз Это тоже часть квалификации рабочих современной Выдвижение коллективных требований Да, это тоже показатель квалификации рабочих Да Следующий вопрос А чем планируете заниматься в свободной от работы время? Пиво, пить или водку? Лучше боритесь, чтобы каждый мог иметь работу с достойной зарплатой Очень такая демагогия немножко Ну, здесь одна сплошная демагогия Во-первых, начнем с слова достойные Что значит достойные? Если получает кто-то 3 тысячи в месяц Значит, капиталист считает, что он того достоин Достоин? Ты приходишь на работу Ты моешь машины на мойке за копейки Значит, ты достоин этого? То есть, слово достоин здесь совершенно неправильно Ненаучно Надо ставить вопрос о стоимости воспроизводства товара рабочая сила Вот стоимость воспроизводства товара рабочей силы в нашей стране Колеблется в зависимости от региона Примерно от 120 до 300 тысяч рублей в месяц Ну, квалифицированного рабочего Вот это стоимость рабочей силы А ни о каком достоинстве Достоинство это вообще психологический такой аспект Можно спорить, что достойно, что недостойно Так вот, наши рабочие достойны того Чтобы получать от 120 до 300 тысяч рублей Если они будут проявлять это чувство достоинства В виде организации рабочего класса Другой вопрос Почему такое отношение к трудящимся Которое культивируется уже на протяжении, наверное, лет 40 Что рабочий класс это алкоголик, тунеядец И не знаю кто Почему обязательно водку пить? Это очень выгодно для недоразвитой части капиталистов Недоразвитой, есть более развитой Показывать вообще Россию Показывать россиян И прежде всего рабочих Такими людьми Которые пьянствуют Не знают, что им в жизни надо Для чего? Для того, чтобы обосновывать То, что им больше платить не надо А он так пьянствует А что им платить? Он пропьет А я ему заплачу на 2000 Так я на 2000 Может куплю материалы себе Расходного для производства А зачем я ему отдам? Он пойдет пропьет На самом деле Те, кто работают Квалифицированные плотно Им пить невозможно Он быстро потеряет квалификацию Он просто выйдет с этой работы Или перейдет на низкий уровень квалификации Свои возможности Компетентности Поэтому Квалифицированные рабочие Многие отличаются тем Что они вернут нормальный Здоровый образ жизни Им надо поддерживать Свою форму И физическую И моральную И психологическую Им надо Поэтому Рабочие Которые являются опорой Костяком рабочего класса России Большинство из них Это развитые Трезвомыслящие И трезвые люди И постоянно развивающиеся Еще и развивающиеся Еще и объединяющиеся С другими рабочими Для защиты Своих интересов Не только для защиты Не правильно говорить Только для защиты интересов А для нападения тоже Ведь забастовка Это не только защита Это наступление Это наступление Не только защищать надо Но и наступать надо Вы лучше боретесь Чтобы не было праздников По 10 дней А зачем за этим бороться Ну дали 10 дней Но потратить эти 10 дней на развитие. Возьми свою семью, поезжайте, отдыхайте, развивайтесь, читайте классиков марксизма, ленинизма, беседуйте с товарищем, встречайтесь в эти дни с товарищем, проводите профсоюзные собрания, можно не обязательно на производстве, берите свою профсоюзную организацию, собирайте актив профсоюзной организации и других товарищей рабочих, выезжайте на природу, выезжайте в горы, делайте маевки. В мае. Делайте январки в январе. Кто мешает? А кто мешает в это время беседовать, делиться впечатлением о прочитанном, спорить о развитии России, развитии своего производства, любить своих близких, создавать семьи, рождать детей. Это как раз почему? Ну 10 дней дали для этого, ну 10 дней и использовать надо. Ведь свободное время... Зачем пьянствовать в это время? Ведь свободное время это самое большое завоевание человечества. Это самое большое богатство. Ведь мы живем не для того, чтобы работать, а для того, чтобы развиваться. потому что... Ну, здесь уточнить надо. Если труд становится первой потребностью, тогда и для того, чтобы работать. Но это не всякий труд. Это тот труд, который развивает человека. И что такое свободное время? Свободное время – это время, используемое для развития человека. Если труд, такой труд, что он тоже развивает человека, то это тоже в определенной мере свободное время. Если скульптор с удовольствием, с трудом, но и с удовольствием создает скульптуру, это его развивает. Это развивает окружающих, если он видит хорошую скульптуру, красивую. Это тоже определенное в смысле свободное время. Но это свободное время общества однозначно, потому что он не производит, не материально производстве скульптора работает, хотя он работает физически. Поэтому труд, тяжелое слово труд, если тяжелый, монотонный, наносящий ущерб здоровью, конечно, труд неразвивающий, труд ухудшающий состояние человека, конечно, этот труд, он может создавать условия для свободного времени других людей, которые его используют. А от такого труда надо отходить за счет развития производства, внедрения новой техники, новых технологий. Правящие классы, потому они правящие, что они имеют свободное время для развития. Да. И если у трудящихся появляется два часа на развитие, плюсы, каждый день, то это дает возможность трудящему подняться выше, развиться. Подняться и подготовить свержение правящего класса в чем-то даже. А о чем еще речь? Что коммунизм это свободный труд свободно собравшихся людей. И если у нас больше свободного времени для того, чтобы пойти и сделать что-то даже для души совместно с товарищами. А можно не идти, можно на работе это делать. Да. И это уже росток коммунизма, который есть рядом с нами. Важно вот эти два часа использовать не только времяпрепровождения индивидуальное или даже в семье, а использовать для того, чтобы взаимодействовать своими товарищами на том же производстве, в тех же профсоюзах. Ведь задача стоит в том, чтобы создать профсоюзную организацию устойчивую к воздействиям различным. То есть, эти два часа нужны для того, чтобы, например, актив профсоюзной организации эффективно работал. то есть, сегодня одну неделю один эти два часа используют на то, чтобы руководить организацией, через неделю другой из членов профсоюзной организации. Так профсоюзная организация становится малоуязвимой, потому что непонятно вообще, кого тут, на кого давить для того, чтобы профсоюзную организацию разрушить. я просто видел, как разрушалась профсоюзная организация на одном из крупных предприятий нашего города. Хорошую организацию, крепкую когда-то организацию, да, через воздействие на руководителей. А руководитель когда один, очень эффективно это можно сделать на одного человека. А если это сменяющие друг друга руководители, например, пять сопредседателей, а кто мешает это сделать? Вы ставите, что у нас десять сопредседателей. То есть все сопредседатели собираются на комитет, они решают, кто какую неделю не график, который они никому не рассказывают, кто у них начальник в эту неделю. Можно ли тогда сказать, что в этом случае мы видим росток того, что в Грении Греции называлось демос, то есть какие-то демократические процедуры, когда свободные граждане как своей ассоциацией начинают решать важные и злободневные, для них вопросы сами. Демократический централизм, это известный принцип. Но здесь не забывайте, что здесь закралось слово кратус. Вы с упором на демос, я так понял, а я хочу сказать с упором на кратус. Кратус – это власть. И всякая демократия есть диктатура. И в этом смысле нужно учиться диктатуре, в том числе и в рамках процессов организации, для того, чтобы потом осуществить диктатуру пультрета. В форме рабочей демократии, можно ли так сказать? Или это будет неправильно? В рабочей демократии очень осторожно. А, да, да. Очень осторожно, потому что, если вспомнить дискуссию, известную Шапошникову, других профсоюзников в 20-е годы, которые заигрались с так называемой рабочей демократией, вплоть до выборов, руководителей предприятий, подмены партии, подмены шляпников, подмены партии, профсоюзов, чтобы над партией ставить и так далее. То есть, если троцкие профсоюзы сделать, огосударствить, то там была позиция обратная, хотя они смыкались между собой, чтобы партию во многом под влияние профсоюзов поставить. То есть, здесь рабочая демократия очень осторожно. Демократия, демократические принципы формирования рабочих организаций, да, но не забывая о том, что демократия имеет слово кратус. То есть, должна осуществляться организованность, должны быть приняли решения совместно и диктаторские методы, если необходимо, это решение приводить в жизнь. Кто не хочет выполнить решение, ну извините, значит, поправить этого человека для начала, потом, может быть, исключить даже его. Отправить, почистить своего немножко. Ну да. Обратно в трудовой коллектив. Нет, профсоюз это не политическая организация, поэтому там могут быть всякие разные, платят взносы, он в профсоюзе. Речь идет о руководителе в данном случае профсоюзов, то есть, не от рядовых членов профсоюзов. Я вижу, товарищи, вы ни хрена работать не хотите. Ну, человек написал прямо. Я так понимаю, что это у наших трудящихся есть определенная установка в голове, что чем больше работаешь, тем больше заработаешь. Ну, обвинить в лене после пьянства, обвинение в пьянстве, следующее обвинение русских, которых враги русского народа по отношению к русским делают, это то, что ленивые. Это еще попытка создать еще один миф, что-то даже успешное. На самом деле, на такой территории создать такое государство, победить такую страну, помогать другим народам, это не могли ленивые люди делать. В таких условиях тяжелых жить, на северах добывать нефть, газ, строить такой подводный флот, ядерные реакторы, это что, ленивые сделали? Нет, это великий русский народ вместе с другими народами нашей страны сделал. Поэтому обвинение в лени, это, конечно, тоже за уши притянуто. Я не говорю, что таких нет ленивых людей, они везде есть, и в Германии, везде есть. А сейчас с тем, что там трудятся часто турки и другие, то и немцев ленивых много появилось, которые любят пивом набить свои животы, вон, какие они фестивали проводят пивные. Я думаю, наши многие пьяницы отдыхают по сравнению с этими всякими. фестивалями. Поэтому лень это не тот случай. Поэтому вещь идет о том, что есть иллюзия, что чем больше работаешь по времени или чем интенсивнее работаешь, тем больше заработаешь. Нет, какой-то отдельный отрезок времени да. Потом, как только это становится системой, что делать капиталистические системы управления? Они сразу же урезают расценки, они сразу же делают так, чтобы этот труд твой более интенсивный, более продолжительный стал нормой и будут платить столько же, сколько платили раньше, а то и меньше. Поэтому помогает еще инфляция. Потому что инфляция, она предназначена для чего? Вполне управляемая система, как мы видели. Было у нас 120% инфляции в начале 90-х, сейчас у нас якобы 3-4%. Вполне может капиталист управлять инфляцией. Для чего инфляция нужна? Для того, чтобы снижать реальную заработную плату рабочих и других трудящихся. Вот для чего нужна инфляция. А этому противостоять может только организованные рабочие, которые в коллективных договорах записывают, что увеличивать зарплату не просто на уровень инфляции, а на инфляцию плюс еще энное количество процентов для того, чтобы увеличить реальную заработную плату. И статистика в том числе доказывает и практика, которая этой статистики отражается, доказывает, что в более разных странах работают меньше, а зарабатывают больше. В Германии работают гораздо меньше, чем в России по времени и с меньшей интенсивностью, кстати говоря, а зарабатывают гораздо, в несколько раз больше. Вот оно четкое доказательство того, что можно меньше работать и больше зарабатывать. Но для этого нужно организованно это делать. Индивидуально это не получится. Если кто-то индивидуально захочет работать поменьше сам, на складе все там работают, таскают мешки, а ты хочешь поменьше таскать мешки, то просто это ничего не получится. Надо вместе всей бригадой, всем цехам четко поставить условие, что мы работаем с такой-то интенсивностью, столько-то мешков перетаскиваем в час, а за это получаем столько-то. Вот такие-то условия. Вот тогда можно работать меньше, а зарабатывать больше. и здоровье сохранять, и жить дольше. И дольше получать за сверхурочные, если уж кому-то хочется заработать. Вообще сверхурочные надо по возможности их уничтожать. Сверхурочные на большинстве предприятий это признак неорганизованности управленцев и капиталистов. А может быть признак сверхуэксплуатации? Нет, но они будут стараться это делать, капиталисты имеется ввиду, для того, чтобы не нанимать еще кого-то. Если нанял кого-то, должен ему платить столько, чтобы ему хватало на жизнь хотя бы. А если ты заставил на 2-3 часа работать того же, ты ему чуть-чуть больше платишь и он ему фонда жизненных средств хватает. То есть в совокупности капиталисты экономят, когда сверхурочные. Но это насилие над здоровьем человека и отбирание у него свободного времени, которое мог бы развиваться. Это еще одна цель получается капиталисты. Чем более сверхурочный, тем более забитый рабочий квас. Тем больше он тем меньше он способен на организованную борьбу за свои интересы. Наверное вот это и называется эксплуатация. Очень многие люди даже не понимают что такое эксплуатация, что такое капиталистический гнет. То есть оно же как бы не видно, ведь никого не принуждают работать. Ведь вроде как все сами идут работать сверхурочно. Есть понятие экономического принуждения, потому что современный рабочий свободен в двух отношениях. Он свободен лично, то есть его никто не крепостной, он не раб. И он свободен от средств производства. А раз он свободен от средств производства, значит он вынужден кому-то наниматься, чтобы получить фонд жизненных средств, который мы называем заработная плата. На самом деле правильно, это фонд жизненных средств, то, что можно купить на эту заработную плату. То, что заработную плату можно такую нарисовать, а купить на нее можно вот столько, что инфляция вот такая. Вот. И соответственно нужно четко отслеживать, сколько будешь получать жизненных средств. Вот это важно. В материальном и натуральном выражении. Да. Сколько ты можешь купить хлеба, колбасы, мяса, фруктов, овощей. И можешь ли поехать на море с семьей. Да. В какой гостинице остановиться. Да, в санаторий. Да. Потому что в санаториях у нас сейчас, вот если едешь с Питера, например, сюда, или из Москвы, сюда к нам на поезде, то четко видишь, что большая часть поезда заполнена пенсионерами, которые едут отдыхать. Мы рады за пенсионеров. Это хорошо. Но в санаторий надо прежде всего работающих. То есть чтобы поддерживали свои силы те, кто работают и свое здоровье. Часто пенсионерам, к сожалению, уже поздновато ездить так далеко и пить столько минеральной воды. Я ничего против этого не имею. Кому полезно. Но иногда это просто какая-то мода. Дали путевку, вот поехал и туда едет. А потом оттуда на скорой помощи приезжает. Бывает. как пошутил один врач приходит ко мне пациент и говорит как хорошо как хорошо поехал в Пятигорск попил воды так замечательно и как пошел у меня песок как пошел песок а врач уролог слушай так у тебя песка то не было раньше из-за воды песок ну да там же сильно минерализованная вода ты что обрадовался у тебя раньше проблем это и не было сейчас тебе песок пошел теперь лечить тебе придется вот так что здесь да конечно вот эти то что вот вы сейчас сказали вот такое выражение это конечно примитивное представление это обыденные обыденное сознание оно пытается знаете оно обыденное сознание которое испугано научными выводами вот 6-часовое рабочей день это четкий научный вывод о том что это необходимо для современного производства обыденное сознание оно испугано как это 6 часов да такого не бывало ведь боятся люди того чего не бывало вот не было этого почему я вот чтобы никогда и не было но посмотрите сто уже 102 года, в ноябре будет 103 года, как введен 6-часовой рабочий день официально, 8-часовой рабочий день, как подписано наркомом Лариным, декрет подписан о 8-часовом рабочем дне. А рабочие наши, великие предтечи революционного движения, ввели это в 1917 году явочным порядком, потом брали винтовку, шли охранять город, поработали не 12 часов, не 11,5 часов, как это по царскому закону, а 8 часов. В остальное время что, бездельничали? Нет, создавали боевые дружины, шли охранять Петроград, революционный уже между февральской революцией и октябрьской, а потом уже большевики, даже если бы не сильно хотели, наверное, ввели бы 8-часового рабочего дня, а большевики хотели этого и ввели, они были одним из инициаторов 8-часового рабочего дня. И самое важное для нас, как писал Владимир Ильич Ленин, это условия труда, то есть коммунизм заключается в том, что улучшаются условия труда в том числе. А условия труда, время работы, это ключевое условие труда. И еще Владимир Ильич Ленин подчеркивал, что появившееся свободное время необходимо тратить на то, чтобы трудящиеся овладевали государственной машиной. Это делается не просто так, чтобы ты гулял... Ну я не зря сказал, что рабочий с винтовкой. Да. Это что делали? И охраняли свои завоевания. Да, диктатуру готовили, диктатуру Плетариата. Еще в мае 17-го года не было диктатура Плетариата, но ее уже готовили кто? Рабочие. А потом к кому обратился Керенский, чтобы против Корнилова? К рабочим большевикам вообще-то обратился. А он никому больше не мог обратиться, рабочие больше ни за кем не шли. За СССР шло христианство, ну часть, наиболее отсталая рабочая часть рабочего класса. Большевики, которые имели уже отряды, они когда были организованы? Вот в эти часы свободные. А то поработать 12 часов, какой там отряд уже? Если человек поработал на прессе 12 часов, у него никаких сил нет взять винтовку и идти охранять город. Ему только эти водку пить, а и остается. А кто спасал население Петрограда? Ведь жертв у февральской революции было очень много. Сотни жертв февральской буржуазной революции. Это не только полицейские, которые убивали явочным порядком, приходили и просто с кровати сдирали, убивали и забивали бунтующие толпы. А грабежи какие пошли? А кто наводил порядок? Полиции не было. Кто наводил порядок? Временное правительство, что ли? Очень слабо оно было. Рабочие и вооруженные, ну матросы и солдаты, которые подчинялись большевикам, они начали наводить порядок уже между революциями. Милиция. То есть вооруженный народ это и есть милиция. Милиция это и есть вооруженное население. Официально получившее в свои руки оружие, не просто какая-то махновщина, а это уже официально, то есть ты приходил, получил. А Керенский еще дал оружие против Корнилова. Тем самым подготовил одно из условий для вооружения народа. Отметим, что в 60-е годы произошел переход к 7-часовому рабочему. Да, но 6-дневной рабочей недели. Так лучше, мне кажется, опять же для людей, которые работают на вредных и тяжелых условиях, работать пускай 6 дней, но меньше, меньше находиться в этих условиях. Может 6-ти не получится, вряд ли убедить удастся, тут надо тоже учитывать уже сложившуюся практику, все-таки 2 дня уже привыкли к выходным. Но надо все-таки 5 рабочих дней по 6 часов. В чем проблема на предприятиях непрерывного цикла? Вот у нас, например, на Азоте. Были смены по 8 часов. Потом лет 10 тому назад перешли к сменам согласия работников. Действительно согласие работников было дано на 12-часовые смены. И многие согласились, считается хорошо для них, потому что меньшее количество раз приезжать на работу, меньшее количество раз переодеваться и так далее. Но это, конечно, идет против интересов здоровья самих рабочих. Потому что 12 часов находиться, плюс дорога, плюс полчаса на подготовку, полчаса после производства получается. 13 часов рабочий находится в условиях, когда его здоровье подвергается воздействию вредных факторов. Но, к сожалению, вот это предубеждение, тогда пытались мы как-то объяснять, но это не удалось. Посчитали, что это удобно. Я вот с кем разговаривал, практически все были за 12-часовую рабочую смену. Главное, что мы знаем... К сожалению, это надо еще разъяснять, надо еще убеждать, расплачиваться своим здоровьем. Я думаю, что самое важное, что мы знаем, что уровень развития производительных сил сегодня позволяет работать гораздо меньше 6 часов. Но будем считать, что 6 часов... Ну, тут поэтапность нужна. Да, да. Это достойный, скажем так, шаг, на который могли бы пойти трудящиеся. Ну, это просто-напросто назрело, я думаю, уже лет 40 назад. Да, то есть уже все для этого готово. Экономика позволяет работать 6 и 5 часов. Нет, ну, уже в наиболее разных странах Запада уже работают реально по 30 часов в неделю. Россия, по-моему, находится между Бразилией и Мексикой. То есть Мексика работает больше, а в Бразилии уже по-меньше. Ну, и в Китае, в народном Китае, в Китайской народной республике очень серьезные проблемы с продолжительностью рабочего времени. Потому что там, рабочему классу Китая, надо решать эту проблему очень насущную. Потому что уже капиталисты некоторые образили того, что по 6 дней в неделю, по 12 часов в день, это вроде бы как чуть ли не норму пытаются сделать. Потом, говорят, вы поработайте по 3 часа. Ну, кто потом? Потом просто будет кладбище. Поэтому здесь, конечно, китайскому пролетариату, ну, не пролетариату, там уже, конечно, китайскому рабочему классу предстоит решать очень серьезную задачу. Они вышли уже на уровень технологий довольно высоких. И надо уже и в Китае показать пример другим и показать, что можно работать 6 часов в день. Это 4 смены. Непрерывная производство, 4 смены. У китайского рабочего класса есть всекитайское собрание народных представителей. Ну, пока оно такую задачу не ставит, к сожалению. Ну, если рабочий класс... Но Компартия Китая поставила задачу нормализации ситуации с 8 часов в 8 днем. То есть по борьбе со сверхурочными. А как влияет наличие в Китае коммунистической партии, системы Советов, всекитайского собрания народных представителей на развитие экономики этой страны? Ну, известна идея Владимира Ильича Ленина о первенстве политики над экономикой. Это не против объективных законов, когда первична экономика, а политика вторична. А о первенстве, в смысле выдвижения целей, формирования политических задач, воздействия власти на экономику. Ведь сначала, смотрите, в 2017 году, в октябре месяце, в ноябре, в декабре, какая экономика была в России советской? Капиталистическая? Полуфеодальная даже. Нет, ну феодальная, достатки, нет, нет, уже была капиталистическая, в целом капиталистическая была экономика, с пережитками, но не полу. Полу это вообще ни о чем. Ну, с пережитками феодализма. Да, с пережитками. И до каких пор был капиталист как сектор? До середины 30-х годов. 36-й, 37-й. Да, до 35-й, 36-й, да. Середина 30-х годов. И в этих условиях политика, невозможно переоценить роль политики. То есть, диктатура политариата была установлена и политическим образом, то есть, через воздействие диктатуры политариата, посредством диктатуры политариата создавался социализм, был создан сектор коммунистический в экономике, государственно-монополистический сектор, те остались еще. И потом обеспечивалось преобладание их крупное производство само потом стало побеждать конкурентной борьбе, но политическое обеспечение, государственное обеспечение, здесь просто невозможно переоценить эту роль политики. Поэтому в Китайской Народной Республике, конечно же, то, что обеспечена диктатура политариата в союзе с крестьянством, как они пишут, у них это прописано в уставе, в Конституции, она обеспечивается тем, что руководство коммунистической партии и на предприятиях, капиталистических в том числе предприятиях, парткомы играют огромную роль. Парткомы решают многие производственные задачи, как и у нас это было в советское время, а у них еще в условиях предприятий буржуазных, у них там есть такой же сектор есть, то это очень непросто им делать. Но это они делают и обеспечивают управляемость экономикой. То, что капиталистические предприятия тоже заставляют работать на интересы страны, но и в государственных нужно. Государственные же тоже, если не поворачивать их лицом к задачам страны, тоже есть всегда тенденция увеличиваться прибылью и ради прибыли не выполнить задания по натуральным показателям, необходимым для развития страны. Поэтому роль коммунистической партии, ну, она первична. Спасибо. Спасибо. Все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.